Сегодня у нас в Государственной Думе среди прочих будет два основных вопроса. Первый это об основах кредитно-денежной политики и второй это правительственный час с выступлением министра юстиции Коновалова. По первому вопросу я хотел бы сказать следующее, что, к сожалению, по мнению экспертного сообщества и торгово-промышленной палаты, одной из основных причин стагнации нашей экономики является неправильная кредитно-денежная политика. Если вы посмотрите, то, к сожалению, у нас сегодня задолженность банковской системы составляет 3,5 триллиона рублей. Сегодня фактически банк не укладывает модернизацию и нынешняя кредитно-денежная политика, она как бы не направлена на выполнение высказанных неоднократных посланий президента посылок о модернизации, о инновационном развитии, об организации 25 миллионов рабочих мест. Если посмотреть, то, скажем, Китай для того, чтобы провести модернизацию, в 28 раз увеличил инвестиции в основной капитал за 10 лет. Что происходит у нас? У нас фактически даже коммерческие банки больше, чем на неделю, и то, если они близко к Центробанку, не могут взять денежный кредит. В основном на один день. В результате получается, что только на оборотные средства можно взять деньги, и то не все. Кроме того, если вы посмотрите, за время присутствия на Биулиной около 300 банков прекратили свое существование. Но вопрос даже не в том, что они прекратили существование. Вопрос в том, что те банки, которые санировали другие, сами оказались банкротами. Это что, неправильная кадровая политика или все же системный сбой? Потому что, с нашей точки зрения, проблема здесь в том, что 23 центробанка, вообще-то, отвечает, в первую очередь, за рост, а потом уже за безработицу и инфляцию. Наш центробанк, в принципе, не отвечает за рост экономики, и это является главным системным сбоем нашей банковской системы. Сергей Анатольевич, у вас. Дорогие друзья, фракция очень тщательно и основательно готовится к встрече с министром юстиции. У нас есть очень серьезные предложения, касаемые повышения эффективности работы юстиции в нашей стране. Мы считаем, что министерство юстиции должно стать основным государственным органом по обеспечению прав наших граждан, прежде всего, трудящихся, по защите социально необеспеченных и страдающих, таких категорий, как дети войны, прежде всего. Мы считаем, что министерство юстиции должно готовить более основательно и решительные меры по предотвращению вождебной деятельности организации, исполняющей функции иностранных агентов. Напомню, что наше действие, которое фракция поддержала не только по иностранным агентам, но и по распространению законодательства об иностранных агентах на средства массовой информации зарубежной, явно либеральные, явно недостаточные по сравнению с той жесткостью закона, который принят в Соединенных Штатах Америки, в том числе против российских телеканалов. Мы полагаем, что в случае ужесточения действий Соединенных Штатов нужно готовить вторую волну мер, которая резко усилит ответственность как иностранных средств массовой информации, так и средств информации, получающих финансирование из рубежа и, в целом, исполняющих функции иностранных агентов, прежде всего, ведущих деструктивную, враждебную деятельность, подрывную работу в нашей стране. Мы считаем, что необходимо резко усилить деятельность Министерства юстиции, контрольно-надзорную, оперативную деятельность, финансовую деятельность по надзору и контролю за деструктивными сектами и культами, прежде всего, имеющими иностранное происхождение, иностранные центры управления и финансирования. Часто эти организации, прикрываясь религиозной деятельностью, ведут откровенно подрывную разведывательную деятельность в нашей стране. Зачастую они занимаются, по сути дела, вербовкой своих адептов. Зачастую это сказывается тяжело на психике этих людей. Семьи теряют детей, теряют имущество. Мы считаем, что такая деятельность должна быть жестко пресечена. Кроме того, мы считаем, что работа Минюста в области ключевых трех факторов, трех институтов — это Натариат, Адвокатура и ФСССР, служба судебных приставов тоже должна быть получить дополнительные полномочия и бюджетное финансирование в цели повышения эффективности и удовлетворения прав наших граждан, которые заваливают Государственную Думу жалобами, прежде всего, на работу коллекторов. Мы считаем, что служба судебных приставов вполне могла бы во многом, за счет повышения своей эффективности, снизить работу и, в том числе, деструктивную деятельность коллекторских агентств. В целом, мы считаем, что у нас есть серьезные предложения к министру и к Министерству юстиции, которые позволят, на наш взгляд, сделать Министерство юстиции более серьезным государственным органом в области защиты не только прав человека, но и обеспечения суверенитета нашей страны. Понятно, что это связано с бюджетным процессом, возможно, это связано с распределением полномочий, но мы считаем, что у нас Министерство юстиции достаточно кадрово подготовлено, достаточно квалифицировано, чтобы выполнять эти важные задачи, поставленные Государственной Думой и целым страной.